Здравствуйте! В эфире программа «Деловая неделя». Здесь мы подводим итоги минувшей пятидневки. Обсуждаем основные события политики, экономики и бизнеса региона и города. Сегодня в программе. 1 миллион рублей за креативную идею студенты спроектировали наполнение новой масштабной площадки в притяжении. Победители объявят в начале мая. 90 тысяч саженцев ели на площади 29 гектаров появились на окраине Магнитогорска. Волонтеры высаживают зеленый пояс вокруг города. В Челябинской области будет создана кинокомиссия. В селе Париж пройдет показ мод. Развитие креативных индустрий является одним из важных направлений в Челябинской области. Отличный опыт не только в создании креативных идей проектирования, но и в разработке бизнес-плана, а также поиске подрядчиков. В МГТУ состоялась защита проектов будущего детского центра. Напомню, курорт «Притяжение» при поддержке Магнитогорского металлургического комбината объявил конкурс среди студентов МГТУ. Студенческому сообществу предложили спроектировать наполнение новой масштабной площадки. Победитель получит 1 миллион рублей. Ввод в эксплуатацию уникального пространства для детей и подростков запланирован на июль следующего года. Что предложили студенты и какие замечания внесли заказчики? Денис и Рустам представляют свой проект под названием «Атлантида». Они предлагают посетителям центра погрузиться на этот легендарный затонувший остров, вдохновить ребят на исследования и открытия. Суть проекта в том, чтобы создать в «Притяжении» научный центр, в котором дети и подростки могли бы заниматься исследовательской деятельностью. Предполагается, что в рамках проекта будут работать три секции. Небольшая детско-химическая лаборатория с безопасными опытами. Также физическая лаборатория с магнитами, с электростанцией. И все в таком духе. А также для самых маленьких идет батутный центр. Да, мы примерно посчитали, сколько будет стоить оборудование с какими-то материалами расходными. Примерный срок окупаемости и предполагаемую прибыль. К слову, жюри оценивают не только креатив идей и оформления, но и коммерческую сторону проекта. А этот вопрос, по мнению Максима Ясько, необходимо дорабатывать почти всем участникам. Консультации по усовершенствованию проекта также дают сразу. Идея сама неплохая, но ее нужно очень сильно дорабатывать. В плане подачи, посмотрите, отсутствует расчет потока. Авторы дизайн проекта детского центра «Время будущего» представили одну из самых грандиозных по масштабу работ. Чтобы рассказать о том, что будет включать в себя их центр, не хватило отведенных 10 минут. Разнообразные игровые зоны, различные аттракционы, интерактивные музеи и многое другое с уникальным оборудованием. Участница проекта Анна Савенкова рассказывает, их команда стремится создать атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя комфортно и безопасно, общаться со сверстниками и получать новые знания. Наш проект о том, как сталкивается наука, технологии и развлечения в одном центре, в едином. Дети могут прийти туда не только поиграть, но и получить новые знания. Можно будет у нас проводить занятия какие-то для школьников, для начальных классов, для старших классов. И также получать все знания в формате игры. Все сами придумывали. Искали подрядчика, всех подрядчиков нашли, со всеми созвонились. Все уже знают про наш проект и готовы работать. К слову, о подрядчиках и стоимости работ. Члены жюри выразили недоверие по поводу стоимости проекта, посчитав ее несоразмерно заниженной. Кроме того, как заметил Максим Ясько, непонятно, когда окупится такой затратный проект и начнет приносить прибыль. Я как инвестор сказал, что девчонки с меня хотят 160 миллионов. Но через 10 месяцев я деньги отобью, дальше буду получать чистые деньги. Через 10 месяцев вы отобьете только с зоны Б, с детской игровой зоны 3+. Нет, на самом деле вы классно, как в архитологии сказали, когда вы сейчас начинаете считать, ага, а остальное это 24 месяца, а даже 36 месяцев. Но мне важно, что вы посчитали там. Взяли капиталку и как вы посчитали доходную часть. Напомню, изначально на участие в проекте было зарегистрировано более 100 команд. В полуфинал вышли 36. В течение двух дней они защищают свои проекты. Да, работу мы уже предварительно посмотрели, чтобы исправить вопросы. То есть у нас у них уже есть, поэтому сегодня интересно послушать это вживую, посмотреть, как доклад совпадает с содержанием. Есть уже достаточно количество замечаний, предложений получения работы. Сегодня все коллегам озвучим. И у них будет время на исправление данных, скажем так, замечаний. Максим Ясько напомнил, что проект детского центра в данный момент параллельно прорабатывается профессиональными командами. Но при этом инициатор притяжения Виктор Рашников принял решение дать возможность студентам проявить себя. Самые интересные идеи найдут свое отражение в будущем детском центре. По итогам защиты жюри определит 10 финалистов. Победителей выберут в первых числах мая. Отмечу, что авторы лучших проектов получат призы. За первое место – 1 миллион рублей. За второе – планшеты. За третье – айфон каждому участнику проекта. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината приняли участие в форуме Smart Mining and Metals 2024, прошедшем в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ММК. Совместно с коллегами из других сталилитейных компаний они обсудили вопросы импортозамещения ERP-платформ, цифровых систем планирования ресурсов предприятия. В этом году исполняется 20 лет с момента внедрения единой ERP-системы на ММК. Компания в числе первых в отрасли автоматизировала все производственные и бизнес-процессы. Сегодня платформа объединяет 15 предприятий группы и более 10 тысяч пользователей, для которых разработаны различные сервисы и функции, отвечающие конкретным запросам и потребностям. Переход на отечественное ERP-решение является ключевой задачей стратегической программы по импортозамещению по ММК. На ММК, как и во всем городе, стартовала череда дорожных ремонтов. На данный момент рабочие чинят очень важный в плане логистики участок. Эта дорога идет от 5-й проходной до развилки на ЛПЦ-10 и ККЦ. Благоустройство затронет участок длиной 1800 метров. Здесь будет уложен новый асфальт, а в некоторых местах будут чинить и бетонные основания. К работам подходят комплексно. Вместе с проезжей частью заменят бордюрный камень и сделают новую пешеходную дорожку. В настоящее время выполнено порядка 60% работ по замене бортового камня. Также подойдет подготовка под устройство нового тротуара. В дальнейшем планируется замена опор освещения с установкой светодиодных современных светильников. Новые лампы будут увеличены мощностью. Всего планируется заменить 70 опор освещения. Эта дорога имеет важное значение для логистики комбината. По сути, это единственный автомобильный маршрут, который соединяет кислородно-конвертерный цех с первым переделом. Поэтому перекрытие движения не рассматривает сам по плану. Работы на данном участке должны быть завершены к середине мая. Также на комбинате запланированы ямочные ремонты общей площадью 3000 квадратных метров. В объединенной сервисной компании определили лучших новаторов производства. На предприятии состоялась 10-я научно-техническая конференция среди молодых работников. Проекты участников оценивала экспертная комиссия. При выборе важное значение имела актуальность темы, компетенции участники и, конечно, экономический эффект. Темы докладов разнообразны. Это вопросы импортозамещения, цифровизации, автоматизации, программного обеспечения и другие. В основной массе проекты внедрены в производство. Уже мы получаем эффект, видим, как работают. Есть проекты в стадии проработки. Ребята уже их рассчитали, опробовали. И, скажем так, на научно-технической конференции нам представляют, чтобы мы одобрили их внедрение. Хорошие специалисты сегодня на вес золота. Ведь, помимо прочего, многие предприятия в связи с необходимостью импортозамещения активизировались в области создания запчастей и оборудования, которые раньше поставлялись из-за рубежа. Поэтому востребованность в электриках, механиках, гидравликах очень высока. Сегодня ОСК ведет упорную работу за молодых специалистов. На предприятии разработана большая программа по их поддержке. И научно-техническое творчество – один из пунктов. По итогам конференции все участники получили памятные подарки, а 12 победителей и их наставники – денежные вознаграждения. В номинации «Лучший молодой специалист» отличился Александр Нуждин. Лучшим молодым техником признан Владислав Евдокимов. Пополнить ряды сотрудников комбината и группы компаний молодым людям предлагают со школьной скамьи. В Политехническом колледже состоялся единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В колледж пришли учащиеся 20 школ города. Около 500 человек им показали лаборатории и классы учебного заведения. Рассказали о специальностях и условиях поступления. Преподаватель Владимир Назаров показывает начало движения электровоза. Профессия машиниста сегодня самая востребованная на комбинате. Очень популярна у битуриентов. У нас конкурс очень большой. 50 человек, которые мы принимаем. А сейчас уже с 23-го года мы уже группы делаем по 30 человек. Все зависит от того, какую даст заявку комбинат. Но людей, пацанов, очень много. Там даже выбор идет, у кого баллов побольше, только тех оставляют. Средний балл прохождения, который у нас 4,5-4,6 балла. По словам директора колледжа Антона Лындина, в последние годы более 60% выпускников 9-х классов выбирают систему профессионального образования. Кроме того, с этого года в Политехническом колледже будет реализовываться федеральный проект «Профессионалитет». 15 направлений подготовки у нас заявлено в рамках федерального проекта. Это все направления, которые осуществляются в рамках подготовки специалистов для групп компаний по ОММК, объединенной сервисной компании, механо-ремонтного комплекса. Политехнический колледж, в частности, реализует федеральный проект как базовая площадка по машиностроению, как сетевые партнеры по радиоэлектронике и топливно-энергетическому комплексу. Сегодня проект «Профессионалитет» набирает обороты. В стране создано более 300 образовательных центров. 12 из них работают в Челябинской области по разным отраслям промышленности. На этой неделе в Магнитогорске состоялось пленарное заседание городского собрания депутатов, в ходе которого прозвучали несколько отчетов, в их числе по исполнению бюджета и распоряжению муниципальным имуществом. По словам заместителя главы города Александры Макаровой, все свои обязательства город выполнил. Социальная ориентированность муниципальной казны подтверждена цифрами на социалку. В прошлом году израсходовано почти 60% от общей суммы. В целом фактическое исполнение доходной части бюджета составило 21 млрд 228,1 млн. рублей. При нашем последнем утвержденном бюджете плановая составляющая была 20 млрд 383,1 млн. рублей. В целом мы с вами доходную часть нашего бюджета перевыполнили на 4,3%. Бюджет формируется из нескольких источников, в том числе за счет средств, полученных от продажи или аренды муниципальной собственности. Отчет о том, как, за какие деньги и насколько эффективно городское имущество послужило наполнению казны, является обязательным как для исполнительной, так и для представительной ветвей властей. В цифрах это выглядит следующим образом. Город получил при реализации, при использовании имущества 959 млн. рублей, что составляет на 15% больше плановых показателей. Соответственно, это очень хорошо. То есть мы считаем, что в 2023 году комитет справился с задачей по управлению имуществом. Есть три законных вектора, по которым муниципальную собственностью можно распорядиться. Это продажа, сдача в аренду или передача в пользование на безвозмездной основе. Более 600 горожан присоединились к большому проекту по высадке зеленого пояса вокруг Магнитогорска. С помощью волонтеров этой весной в районе 10-й насосной было высажено 90 тысяч саженцев ели на площади 29 гектаров. Всего же за пять лет планируется восстановить зеленые насаждения на площади 277 гектаров. Напомню, экологическая инициатива принадлежит общественной организации «Зеленая лига» и руководству Верхнеуральского лесхоза. В этом году не остались в стороне школьники, студенты, пенсионеры, работники городских организаций, волонтеры. Подробнее мы поговорим с руководителем Челябинского областного бюджетного учреждения «Верхнеуральский лесхоз» Петром Ходоревым. Петр Сергеевич, расскажите об акции и ее организаторах. На сегодняшний день проводим акцию совместно с организацией общественной «Зеленая лига» руководителей Ливандовская Юлия и Верхнеуральский лесхоз. Наша цель на сегодня для того, чтобы здесь было высажено более 190 тысяч штук саженцев сосны обыкновенной, для того, чтобы все-таки те территории, которые утратили свою техническую годность после пожаров, после засухи, погибли насаждения, мы пытаемся их сейчас восстановить. В чем необходимость «Зеленого пояса» вокруг городов, в частности Магнитогорска, и какова его протяженность? Вообще, город Магнитогорск – это промышленный город, поэтому озеленение в городе, но и за пределами города очень большое влияние имеет. Это более чистый воздух, свежесть. На сегодня общая площадь переданных земель – 965 гектаров. По нынешнему году у нас запланирована посадка на площадь 29 гектаров, при необходимости – 270 гектаров площади восстановления вообще. Ежедневно сколько волонтеров работают и каковы объемы работ? Ежедневно не меньше 40 человек, то есть от 35 до 50 человек. Но в среднем 40 человек у нас посещает наши мероприятия. По каждому конкретно сказать не могу. Я могу вам сказать в гектарах. То есть ежедневно не меньше 3 гектар группами людей мы высаживаем. Вот скажите, а сколько бы понадобилось времени, если бы эта работа проводилась только силами лесхоза? Ну, если бы силами только нашего учреждения, то не могу сказать, на какой срок это бы все растянулось, но скажу, что долго. Ну, не 2, не 3, не 5 лет, это точно. До этого мы, в принципе, сажали ежегодно по 3-4 гектара, вот именно конкретно возле города Магнитогорска. А этой весной 29 гектаров. Разница очень большая. Расскажите, какова приживаемость саженцев? На сегодняшний день сажаем сосну обыкновенную, выращенную на территории Верхневральского муниципального района, у нас питомники. Приживаемость вообще мы считаем осенью. У нас в понимании есть инвентаризация лесных культур, которую мы проводим осенью. И по данным инвентаризации у нас должно быть не менее 85% приживаемости посадочного материала, который был высажен весной. На этой неделе вы завершаете работу, как планировано? В этом году, да. Ну, мы завершаем не просто потому, что мы этого хотим. У нас есть погодные условия, агротехнические сроки, которые необходимо, в принципе, соблюдать, для того, чтобы была приживаемость, было качество посадки. Вообще, планируем на следующий год подобрать лесокультурные площади, подготовить их и продолжить эту работу. Спасибо. Это был Петр Ходорев, руководитель Челябинского областного бюджетного учреждения Верхневральский лесхоз. Губернатор Алексей Тексер на форуме «Российская креативная неделя Урал» объявил, что принял решение создать в Челябинской области кинокомиссию. Кроме того, в регионе пройдет показ мод на фоне Эйфелевой башни в селе Париж. В целом, развитие креативной индустрии является одним из важных направлений в Челябинской области. В сфере работают уже более 10 тысяч компаний. Ожидается, что их оборот по итогам 2023 года составит 80 миллиардов рублей. Алексей Тексер заявил, что регион начнет заниматься ребейтом. С экспертами, с коллегами говорил. Но и принято решение о создании региональной кинокомиссии, которая будет заниматься ребейтом и продвижением нашего региона. Чтобы здесь снимались фильмы и производилась кинопродукция высокого уровня, съемка фильмов на Урале будет содействовать продвижению территории. Программа по поддержке кинематографа появилась в России в 2017 году. В 2023 году вырос интерес производителей к съемкам в отдаленных регионах страны. В 36 субъектов России работают кинокомиссии, оказывающие помощь кинокомпаниям в проведении съемок. А в 14 регионах действуют программы финансовой поддержки в виде компенсации части затрат. Развитие кинопроизводства, помимо экономической вывода, создает особую культурную среду. Съемки фильмов на Южном Урале будут способствовать продвижению территории. Алексей Тексер напомнил, что в Троицке снимали сериал с Сергеем Безруковым про адвоката Плевака, который скоро выйдет в прокат. Федор Плевака родом из этого города. Каждый восьмой работник в России планирует продлить отдых на майские праздники, оформив заранее отпуск или отгул, выяснили аналитики сервиса по поиску работы Суперджоб. Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 13% россиян. 57% россиян не будут уходить в отпуск в это время, 18% опрошенных работают по сменному графику, 12% до сих пор не определились с планами. Как и в прошлом году, планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились сотрудники старше 45 лет. Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуск и отгулы реже тех, кто зарабатывает меньше. Это была программа «Деловая неделя». До встречи на телеканале ТВИН.